Русская Атлантида. Как выглядит древний город в самом сердце России, затопленный 70 лет назад? Немногие знают, что в нашей стране есть своя Атлантида. Город Малога, специально затопленный властями советские времена. Этот древний населенный пункт с храмами и церквями был принесен в жертву индустриализации. Город Малога располагался в месте впадения одноименной реки Волгу. Впервые упоминания об этом поселении датируются еще XII веком. В 1777 году поселению был присвоен статус уездного города. На тот момент в нем проживали более 2000 человек. В XIX веке Малога был уже небольшим портовым городом. Многочисленные суда грузились и разгружались там разнообразными товарами. В городе работало 11 заводов, был свой банк, почтовое отделение, телеграф, монастырь, церкви, библиотеки, учебные учреждения. Гимнастическая школа, одна из первых в России, тоже была открыта именно здесь. В ней желающих обучали вихтованию, игре в кегли, езде на волоспеде, учили столярному искусству. В городе проживало около 6000 человек. В XX веке население Малоги увеличилось до 7000 человек. Здесь насчитывалось 9 учебных заведений, 6 соборов и церквей, множество заводов и фабрик. В 30-е годы началась реализация грандиозного проекта по созданию Волга-Камского каскада плотин. Тогда развивающейся промышленной страны остро нуждалась в дополнительной электроэнергии, особенно в густонаселенной европейской части России. В результате в 30-70-х годах из-за масштабного строительства переоселению подверглись около 700 тысяч человек. Символом человеческой трагедии тех, кто был вынужден покинуть родные края, стало именно Малога, полностью ушедшее на дно Рыбинского водохранилища. Город располагался на абсолютных высотах от 98 до 101 метра. Согласно первоначальному плану затопления, у Малоги был шанс остаться невредимой. Предполагаемый уровень будущего водохранилища располагался на отметке 98 метров. Однако впоследствии было решено повысить мощности Рыбинской ГЭС. Объем водохранилища увеличили, а его уровень повысили до 102 метров. Судьба Малоги была решена. Осенью 1936 года горожанам объявили о переселении. Большая часть домов была разобрана и перенесена на новые места. В соседние поселки и города. Переселение длилось 4 года и завершилось к весне 1941 года. Люди с грустью и тоской покидали родные края. Многие глубоко переживали случившиеся. Была большая пропаганда, вспоминает очевидец Николай Новотельнов. Людей настраивали, что это необходимо для народа, необходимо для промышленности и транспорта. До этого Волга была не судоходная. Мы в августе-сентябре переходили в Волгу пешком. В промышленности нужна была энергия. Это тоже положительный фактор. А если смотреть с позиций сегодняшнего времени, так, то окажется, что все это было можно и не делать. Это было экономически нецелесообразным. Заполнение Рыбинского водохранилища происходило постепенно. И водоем достиг своего окончательного уровня к 1946 году. Перед затоплением все, что можно было, разобрали и вывезли. Что нельзя взорвали и сожгли. Однако некоторые сооружения все же остались нетронутыми и ушли под воду. Например, Афанасьевский монастырь и Богоявленский собор. На месте затопленного города энтузиасты установили символический памятник с надписью «Прости, город Малога». Его стрелка направлена вниз, под воду. Теперь эти места привлекают туристов, которые хотят своими глазами увидеть русскую Атлантиду. Каждый год во вторую субботу августа бывшие жители города Малоги и их потомки собираются в Рыбинске, чтобы почтить память своего родного города. Уровень Рыбинского водохранилища периодически значительно понижается. Например, воды стало значительно меньше в 2014 году. Благодаря этому Малога, а точнее то, что от нее осталось, показалось на поверхности. У бывших горожан и исследователей была уникальная возможность побывать в затопленном городе. Ссылку на статью найдете в описании. Всего всем доброго! Канал Книжица Канал Книжица Канал Книжица Канал Книжица Канал Книжица Канал Книжица